Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13. В горах минус 15, минус 20. Днем минус 2, минус 7. А где-то градус снизится до минус 7 и 12. В Черкесии небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11. Днем минус 2, минус 4 градуса. Осторожно, на дорогах гололедица. Подготовку и переподготовку квалифицированных кадров мусульманского духовенства и служителей мечети. Историков ислама и исламоведов-правоведов проводят не одно десятилетие в Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абуханифа. Дать хорошие знания студентам и улучшить условия для обучения старается руководство вуза. Об изменениях, происходящих в стенах института и их планах в репортаже Аллы Динаевой. Тексты из Священного Корана читают наизусть. Сейчас у студентов Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа идет сессия. А в здании учебного заведения начались ремонтные работы ряда помещений. Ректор института, он и прораб, и инициатор позитивных изменений Мухаммад Бачаев рассказывает, что начали со столовой. Металлические трубы водопровода и отопление заменили на пластиковые. Напольное покрытие подготовили под плитку, теперь начнут отделку стен. Много извести, но вот сыпется. И сюда нанести штуку только, это просто не слисообразно. Поэтому мы хотели, решили, не сокровать, но отшить. В дальнейшем, чтобы трещин там, этих, ничего не было. И покрасим, обработаем. А затем установим вентиляцию, хотим успеть завершить ремонт столовой к концу студенческих каникул. А они в нашем институте с 22 января до 7 февраля, говорит ректор вуза. Выпускать грамотных имамов и богословов задачи исламского института. А создать комфортные условия для их обучения и проживания очень важно, ведь... Богословие требует большого внимания, чтобы человек правильно все понимал. И весь этот процесс находился под контролем учителя, наставника, можно так сказать. Не только уроки взял и ушел, самостоятельно. Именно будут после уроков собираться, после предвечения намаза. И под наблюдением учителей будут проводить свои уроки. А собираться вместе на занятия планируют в этом актовом зале. В апреле прошлого года Мухаммад Батчаев назначен ректором исламского института. Все лето искал возможность и средства, чтобы начать ремонт. Нашлись люди, которые откликнулись. Спасибо им. Состояние в здании не позволяло ждать до весны, и ремонт пришлось начать зимой. Делится Мухаммад Хаджи. Тяжело, конечно, но когда делается все ради удовольствия Всевышнего Аллаха, то любые тяжести превращаются в легкость. Мы начали, сейчас посмотрим, все в руках Аллаха. И очень надеемся на благотворителей нашей республики. Потому что здесь обучаются наши будущие имамы, богословы. Все, что от нас зависит, мы это будем делать в плане воспитания, учебы. И то, что зависит от наших благотворителей, только тоже рассчитываем на их помощь. Бывают и бессонные ночи, как это все правильно сделать, чтобы потом к этому не вернуться и так далее. Думаю, как Аллах сказал, что за каждой сложностью облегчение. Надеемся на это облегчение, начало будущего. Сейчас ремонтируют два кабинета для преподавателей, но и остальные помещения Исламского института и само здание нуждаются в ремонте. Предстоит обустроить и двор, но до морозов успели спилить восемь сухих тополей, выкорчевать корни и выровнять территорию двора. Пока мы стены не сделаем, во дворе возиться у нас смысла нет. Есть поочередность. Как стены закончим, перейдем во двор. С этой стороны у нас в основном стоянку сделаем для преподавателя. У нас заборы будут сноситься. Хочу прозрачные заборы, куланные заборы, чтобы это здание не было закрыто. Это же исламское заведение. Пусть оно будет открыто, пусть видят, что есть во дворе. Карачаево-Черкесский исламский институт – один из самых старейших вузов на Северном Кавказе. Образован в 1993 году и является негосударственным учреждением профессионального образования России. Обучение и трехразовое питание бесплатное. Иногородним предоставляют общежития. С помощью жителей республики проводят ремонтные работы и в дальнейшем надеются на поддержку людей. Алхамду и ля, что у нас население, это зависит от воспитания ее, от ее менталитета, от восприятия вещей. Поэтому, кроме как благодарности и гордости, ничего абсолютно не испытываем по отношению к своим национальностям, которые живут у нас в Карачаево-Черкесии. Помогают, да? Помогают, конечно, там и старые, и молодые, и пенсионеры приходят иногда. Вот при большинстве, что интересно, кто помогает, он всегда просит ради Аллаха никому не говорить ему. Мы это делаем ради Аллаха, не хотим, чтобы кто-то это знал. И так большинство и так говорят. Иногда и неудобно, человек помогает, а ты не можешь сказать, кто помог, да? Он тебя просит, чтобы это осталось между нами, чтобы никому... Он воздаст ему Аллаху, и таким людям, которые действительно это указывают на то, что человек верующий, делает это ради Аллаха. А главная задача вуза, чтобы наши студенты были самые лучшие в мире. Мы ставим такие цели и хотим достичь этой высокой планки, говорит ректор Исламского института Мухаммад Батчаев. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Совсем недавно отметил свой юбилей талантливый художник, член Союза художников России Азрет Хубиев. Этот мастер работает в самых разных жанрах и направлениях. Он участник многочисленных престижных выставок. И в эти минуты в нашей студии Азрет Османович расскажет моей соведущей Белле Джозаевой, что дает художнику участие в выставках. Расскажет о том, что является для него источником вдохновения. И о том, как и почему он вообще решил стать художником. Доброе утро всем. Доброе утро, Азрет Османович. Я так рада видеть вас сегодня у нас в гостях, потому что... Спасибо. Вы знаете, я видела вас, несмотря на то, что это очень маленький город, много-много-много лет назад, когда вы работали у нас. Было это. Было. Правильно? И вот с тех пор, хоть и проходили какие-то выставки, вернисажи, где мы бывали, я как-то не встречалась ни с вами, не видела ни ваших работ, и даже не предполагала, что происходит в вашей творческой жизни. Когда я стала готовиться к нашей беседе, я узнала, что вы проработали, после того, как работали у нас на телевидении художником-постановщиком в драматическом театре, в нескольких даже театрах. На данный момент вы работаете в детской библиотеке имени Сергея Никулина. А повод для нашей встречи с вами очень-очень такой весомый – это ваши 65 лет. Это юбилей. С чем я вас от души и искренне поздравляю. Большое спасибо. Конечно, я желаю вам здоровья и творческих успехов. Но, наверное, начнем нашу беседу с того, что вы человек скромный, вы человек достаточно закрытый, вы человек непубличный. И тем более, наверное, нашему зрителю будет интересно узнать, как начался вот этот ваш путь в профессию художника, откуда берет истоки ваше творчество, как все начиналось. Я знаю, что вы закончили художественную школу, вы закончили художно-графический факультет. Ну, все мы в детстве рисовали и лепили, но не все становились художниками. Художник – это очень странная, очень такая необычная профессия. Свободный художник. Как вы стали этим художником? Вы знаете, как ни странно, то, что я хочу быть художником, эта мысль у меня появилась очень-очень рано. Когда я любил рисовать, как все дети, уже в то время, правда, я не думал, наверное, о профессии, но просто это мне доставляло большое удовольствие. И все-таки, наверное, когда я уже учился в художественной школе, тем более, когда я ее заканчивал, вот тогда я уже как-то начал осознавать, кем я хочу быть. И, конечно же, это был только художник. А у вас в семье были художники? Нет. Единственное, у меня был дядя, это младший брат отца. Единственное, о нем говорили, что он очень хорошо рисовал, и остались даже несколько его рисунков, и они очень хорошие, эти рисунки. Но, к сожалению, он, когда началась Великая Отечественная война, он сразу пошел на фронт добровольцем туда пошел, но, к сожалению, в этом же году и он погиб в Киевском котле. То, что вы сегодня принесли с собой, это до такой степени разные жанры. Вот смотрю на ваши работы, я понимаю, что вы разножанровый художник. Это не то, что, как я говорила, вот взял человек-мольберт и рисует пейзаж. Это дар. Все-таки, наверное, у вас есть какой-то свой любимый жанр? Вы знаете, у меня нет такого жанра. Как, опять-таки, не странно, для меня нет разницы жанра. Когда я чем-то начинаю заниматься, вот это для меня становится главным и самым интересным. А так, в целом, я должен сказать, что все-таки у меня больше пейзажа, чем что-то другое. Но особо я не отделяю одно от другого. Отношусь одинаково ко всем жанрам. Азрит Османович, я хочу у вас спросить, как у художника. Художники, поэты, писатели, в общем, люди, которые дарят нам свет, дарят нам красоту, дарят нам тепло, они же делятся своим внутренним миром. Вот каково это делиться своим внутренним миром, со зрителем, с чужим, по сути, человеком? Вы знаете, для человека это супер, на мой взгляд, супер важная вещь, общение с другим человеком. Потому что человек – существо коллективное, и для него очень ценная вещь, когда его слышат, когда его видят. И тем более в художнике, ну, я говорю только о себе, конечно же, делая что-то, мы все равно думаем и о том, кто будет смотреть. Для кого это делается? И для кого это делается. Вот эта позиция, наверное, ну, не для кого-то, для меня это очень важно, и в какой-то мере я стараюсь на свою работу смотреть объективно. Вот вы сказали, что все-таки вы предпочитаете пейзаж. Но есть же какие-то другие источники вдохновения? Вот какие темы вас волнуют прежде всего? Вы знаете, темы самые разные, они могут быть очень неожиданными. Как вот этот перекресток, да? Вы прям попали в десятку. Вот этот перекресток, он именно вот так возник. Я вечером вышел с работы на остановку. Я тогда жил на космонавтов, и вот чтобы поехать туда. И был дождь, и именно на перекрестке, это было на Комсомольце, именно где-то вот такое состояние, и я его воспринял как какой-то такой сказочный, необычный. И у меня настроение было и состоянием соответствующим вот тому, что мы видим. Вот это состояние внутреннее было вот таким. Ну, спасибо, что вы это передали. Это действительно красота. Большое спасибо. Это действительно, на мой взгляд, одна из ваших лучших картин. Да, спасибо большое. Она, вы сказали, была в Манеже. И хочу у вас спросить о выставках. Вы участник многих выставок, не только в нашей республике, естественно. Вот что художнику дает участие? Очень много. Прежде всего, это праздник для художника. Это показать, услышать, увидеть, посмотреть, как работают другие художники. И мне сейчас вот в голову пришло воспоминание. Очень много дает, когда свою работу создаешь в мастерской и на нее смотришь. И когда ты ее видишь уже на выставке, рядом с другими картинами, там совсем другое впечатление производит от этой картины. И оно иногда бывает очень положительным, а иногда наоборот. Видишь изъяны большие свои. Так что выставка – это очень много. Для художника я опять-таки имею в виду прежде всего себя. – Вы самокритичный человек? – Да, к сожалению даже, я бы сказал. Это у меня очень сильно в характере. Пока пишешь вроде ничего, с трудом заканчиваешь. Вроде день-два думаешь, ну ничего, пойдет. А потом уже начинаешь видеть изъяны. Опять-таки надо по-новой делать. А уже ты начинаешь другую работу. И вот эта вот самокритика. У нее тоже есть какие-то крайности, до которых нежелательно доходить, конечно же. – Сейчас вы над чем работаете? Я имею в виду не вашу основную работу в детской библиотеке. – Вы знаете, у меня несколько работ. Там есть и натюрморт, надо дописать. Там есть пейзаж, который надо дописать. Вот над ними я работаю. К сожалению, скорость моего письма очень небольшая. Но, тем не менее, периодически что-то происходит. – Да, мы видим, что происходит очень интересно, очень красивое, очень глубокое. Естественно, я поздравляю еще раз вас с вашим юбилеем. Я желаю вам, как я сказала уже, творческих успехов. Радуйте нас еще. Спасибо вам. – Большое спасибо. Всех благ вам. – Спасибо. В 9-й гимназии Черкеска прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады по химии среди учащихся с 9-х по 11-й классы. Школьники прошли уже один теоретический этап. И теперь им предстоит продемонстрировать свои знания на практике. На соревнованиях юных химиках побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Такие мероприятия дают возможность школьникам не только продемонстрировать знания, но и увидеть результаты своего труда при проведении эксперимента. Организаторы отмечают, что став победителем или призером заключительного этапа Олимпиады по химии, можно получить 100 баллов при поступлении в ВУЗы. Сегодня была практическая часть. Участие в Олимпиаде на региональном этапе принимают победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победители и призеры регионального этапа прошлого года. Подготовка у учащихся достаточно хорошая. Здесь необходимо отметить, что ребята очень долго и целенаправленно готовятся к участию в Олимпиаде. И многие из них далее выбирают непосредственно ВУЗы, где для сдачи необходима будет химия. Педагоги отмечают хорошую подготовку участников Олимпиады. Нам очень приятно видеть, что дети готовятся серьезно, и мы считаем, что такие мероприятия позволят молодежи понимать изученный материал и в ходе химических опытов познать тонкости науки. Многие дети влюбляются в химию благодаря экспериментам, благодаря тому, что могут увидеть результаты своего труда. И когда эксперимент получается, ну, появится поистине восторг. То есть радость, восторг, что я сделал это, я определил, ребятам дано задание определить девятому классу неизвестные вещества. Ну, искренне надеюсь, если они с этим справятся. Ничего там принципиально нового нет. Реакции, которые они, я думаю, искренне надеюсь, учили и знают. Мы познаем изменения веществ благодаря опытам. Используя наши знания, отмечают участники Олимпиады. И вот ребята берут необходимые реактивы для проведения химического эксперимента. У нас есть анализируемый раствор, в котором есть несколько веществ. Нам нужно определить, какие именно. И так мы добавляем его в три колбы и будем добавлять разные вещества, чтобы определить, какая реакция пойдет вместе с ним и определить, какие в нем находятся вещества. Химия как предмет необходим для тех, кто собирается поступать в медицинские вузы. А такие Олимпиады – это ступенька для становления образования будущего абитурента. В химии я начал увлекаться еще года три назад. Этот предмет меня очень сильно заинтересовал. И я начал углубляться в этом предмете и понял, что это, ну, мое. И после этого я читал, разбирался и вот благодаря этому оказался сегодня здесь. Задания, они не сложные, но они намного интереснее, чем теоретическая часть, которая была вчера. Сегодня интересно наблюдать, ставить опыты и делать выводы. По завершению Олимпиады победитель двух этапов примет участие в заключительной части Всероссийской Олимпиады по химии. Алихан Эпшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Ашемезом Пхешховым смотрите Вести. Хорошего дня. До завтра на канале Россия-1.